всем привет дорогие друзья и вот снова я вынужден делать ролик о похождениях пьяного мастера за прошлые два месяца про него было слишком мало информации я все собирал буквально по крупицам так как ну вообще ничего нигде не публиковалось но тем не менее раз в одну-две недели видосы все же выходили и мои зрители примерно понимает что сейчас героем нашего видео однако буквально пару часов назад вышел фильм про него вернее про реабилитацию емели и все сделано там достаточно качестве на уровень монтажа и режиссуры достаточно высокие там я не буду полностью разбирать весь ролик целиком для меня важно другое а именно то какие выводы сделал герой нашего видео и по ним мы сможем понять если у него шансы на возвращение к боям и на выздоровление в целом начинается видео с обращения его менеджера там он рассказывает о своем сотрудничестве с емелей и как всегда люто балаболит я саша работаю уже наверно более двух лет и классное яркое интересное сотрудничество мы за это время с ним безусловно стали друзьями да да стали прямо друзьями очень хорошие такие друзья особенно если учесть как бурчак переживает за своего друга на как-то мой зритель написал ему об этом на что тот хихикал и выставлял угарные смайлики будто бы это так смешно когда твой друг ганн спивается с ульянов как-то тоже обмолвился об этой ситуации и вот что он заявил звонишь грешники а где саша ты узнаю бухой это животное валяется тут становится очевидно что с такими друзьями и врагов не надо далее он рассказывает о том как яростно они вместе боролись с алкашкой но разбирать этот момент особо смысла нет я на своем канале показывал вам как этот менеджер буквально пользует героя нашего видео в своих корыстных целях и тупо рубит на нем бабки менеджер один из самых лютых балаболов в мире ммай врет он и не краснеет и собственно те кто видели мои ролики это прекрасно понимают и этот фрагмент с ним очень важен для понимания того какое же окружение сейчас у имели окружение но само по себе очень влияет на человека с таким вот окружением мало что хорошее ему светит в фильме также герой нашего видео рассказал про свою травму плеча говорит что получил ее в результате падения многие наверное могли подумать что в результате падения в бою с ершовым или же после самого боя но нет он уже был в бою в тейпах весь и как раз таки в области плеча были эти тейпы за пару дней до боя тейпов еще не было то есть где-то в этом промежутке и была получена травма учитывая что когда он квасил беспросветно то вполне мог по пьяни упасть и руку травмировать а у алкаша с таким стажем кости и связки очень лапки и можно без проблем себе что-то поломать восстановление такой травмы занимает месяц и так что никаких боях не приходится даже и близко заикаться он пока этой рукой вообще не работает если даже в ближайшее время он сможет начать ее тренировать то все равно надо будет много времени чтобы восстановить мышцы при травмах костей или связок атрофируется и уходит какой-то срок на то чтобы банально вернуть их в нормальную форму так что его возвращение на бои в ближайшее время еще более сомнительно чем мы могли подумать и предполагать до этого далее он рассказывает историю своей алкозависимости и тут есть пару интересных моментов ну потому что с детства у меня был такой образ жизни я вырос на улице вот у меня компания была хулиганов бездельники бандиты постоянно вечер в ресторанах кабаках барах проводить то есть он открыто признал что имеет проблемы с алкоголем самого детства буквально также признал то что с детства находится в плохих компаниях еще бы два раза в тюрьме сидел и занимался по молодости криминалом и если бы не брат не вытащил его кто бы знает как оно было бы в конечном итоге кстати на первой отсидке он даже себе блатные татуировки набил что говорит нам о том что герой нашего видео действительно с головой был погружен весь этот вот криминал это стандартное явление когда боец который рос в 90 попадает криминал многих уже нет в живых а он до сих пор тут даже несмотря на свой богатый опыт в синьке вот уж повезло ему ну и само признание зависимости это большой шаг навстречу к выздоровлению ровно как и признание своего не самого лучшего прошлого далее емеля рассказал про свой опыт лечения от зависимости и как вы можете понимать далеко не самые успешные я ложился в больнице не там предоставляли вип-палаты у меня закрытое было свободное перемещение меня капали процедуры какие-то назначали вот а потом я выходил думаю никто не узнает возьму пивка выпив это говорит о том что в этот раз тоже велика вероятность что сможет сорваться тем более с таким вот окружением кстати насчет окружения на этом видео также засветился еще один балабол по фамилии хрюнов ну прямо лучшие люди тут собрались лучшее конечно же в кавычках важно то что говорит он тут вы только послушайте это у него дела хорошо он набирает очень хорошую форму его менеджер никита бурчак только что вернулся оттуда всем нам передает привет и я думаю что не позднее ноября проведет очень большой хороший бой да да бой в ноябре это дичь конкретная нельзя ему никаких боев в ноябре иначе все вернется снова в этот замкнутый цикл бой запой бой запой и так еще много много раз этих хреновых и бурчаков нужно ему гнать как можно дальше с саными тряпками иначе его уже будет не спасти для еще и про набор хорошей формы затирает тоже дичь полная нет там и близко никакой формы в бою его блогер раскатал хоть и работал он не в полную силу до реабилитация конечно способна принести пользу и вернуть часть здоровья и часть формы но он же сам говорит в ролике что проблема с плечом порвана связка и нестабильный плечевой сустав какая нафиг хорошая форма тут хотя бы плечо залечить да и видно что еще походка очень медленно и до полного восстановления если такое возможно вообще очень очень далеко даже не месяцы а года в конце прямо золотые слова от героя нашего видео любой человек может получать и должен получать удовольствие не от измененного состояния от алкоголя от наркотиков там еще от какого-то неправильного образа жизни а должен уметь вспоминать если не может то учиться находить удовольствие от резвой жизни получать по сути чистой воды правда нужно искать радость в других вещах они в бутылке но это он сейчас так говорит на камеру и в реп-центре а как только выйдет и снова появятся деньги на чекушку все может быть совсем по-другому и тем более если рядом с ним будут такие вот персоны как хренов и бурчак которые уже в ноябре готовы выпустить его на бой и в лучшем случае в ноябре следующего года его можно выпускать иначе будет как в предыдущие разы бои для него по всей видимости являются очень большим стрессовым фактором и он не находит другого решения кроме как бухать и таким образом пытаться хоть как-то снять стресс хотя алкоголь как мы знаем никакой стресс не снимает это только лишь иллюзию создает видимо он сам уже не особо хочет боями заниматься мы видели его перед последним турниром как он вообще устал от всего этого я так предполагаю что и от этой популярности он тоже подустал как я уже неоднократно говорил стыдует заниматься ему чем-то другим для боев уж слишком поздно когда тебе под 40 тяжело в принципе драться а если ты большую часть жизни пробухал то и подавно хоть бы выжить тут какие нафиг бои короче говоря шансы на выздоровление у него все же есть но также очень велика вероятность срыва потому что слишком рано хотят его на бой выпустить да и видимо он сам не против потому что это быстрые и легкие деньги попробую еще где-то пару лямов заработать за то что вышел и пролетел над гнездом чекушки посмотрим как оно будет но я пока скептически к этому всему отношусь зная какой у него бэкграунд а на этом пока все как всегда ставь этому ролику свою горючку со смесью и кто горючку не поставит тот бегущим человеком станет друзья кто не лайкнет тот и лясья кого так что не лайкайте до новых встреч увидимся увидимся